28 августа 2018 года Зубков пишет на электронную почту письмо некой Марине Галищук, которая является координатором программы по белым медведям Сазар, отдела логистики и формирования коллекции. Письмо следующего содержания. Здравствуйте Марина Марковна. Дров и есть, а информации по молодняку у нас никакой нет. Поля, где живут и гнездятся в Крыму дров и пашут вместе с кладками яиц. Нам приносят либо яйца, либо молодых дрофят. Мы их выращиваем. Науки у нас в зоопарке нет. Писаниной никто не занимается. Так что придумайте что-нибудь сами. Марина Марковна скидывает зубковую информацию, как правильно должен быть составлен фирменный бланк, в котором должны быть указаны номер чипа или кольца, номер разрешительного документа и возраст отца и матери краснокнижных животных. И, о чудо, в договоре вдруг появляются чипы со всей необходимой информацией. Напомню, у тех дров, которых Зубкову приносят в парк с его слов в виде яиц или молодых дров, после того, как их кладки были разрушены после обработки земель в степях Крыма. В четвертом пункте этого договора прописано, что расчеты в денежной форме между ними по настоящему договору не производятся, поскольку указанные объекты, каждая из сторон, являются равноценными в стоимостном выражении. И здесь у меня вопрос к органам, регулирующим надзор за краснокнижными животными и птицами. А что, так можно было? Зубков из природы забирает молодых дров и их яйца, затем их обменивает на других животных в государственном зоопарке, выставляя их на экспозиции и зарабатывая на этом деньги. Вам не кажутся такие сделки весьма странными? Каким образом особо охраняемые краснокнижные птицы стали собственностью Зубкова? Или только ему позволено забирать животных из их природных мест обитания, обменивать их на других животных из государственных зоопарков и заповедников, которые уже имеют все необходимые документы, и таким образом легализовать свою незаконную деятельность? Субтитры создавал DimaTorzok